На базе Черные Камни завершился розыгрыш Кубка Форсаж по мотокроссу, который приурочили к юбилею празднования Победы. Также в копилку спортсменов шли очки за четвертый этап Кубка Крыма по мотокроссу среди любителей. Вообще мы хотим на этой базе, как это и давно было, уже лет 8 назад или 7, мы сделали эту трассу. Она сначала работала, потом перестала работать. Сейчас мы решили возобновить ее. И на базе этой трассы, на базе нашей территории решили создать такую площадку для базовую, для создания юношеской сборной, любительской, чтобы приезжали спортсмены, молодые, пожилые, всех возрастов и занимались. В турнире поучаствовало 46 спортсменов из разных уголков Крыма. Несмотря на любительский статус соревнования, борьба проходила не только среди аматоров. Заявились на Кубок Форсаж и участники в классе Оупен – профессиональные мотогонщики. Сегодня, я думаю, что после этого данного мероприятия, если спортсменам понравится, думаю, что мы сделаем гонку традиционной. И думаю, что на этой трассе, это хороший классический трек, на который приехало приличное количество спортсменов, мы будем проводить еще и вторую гонку осенью, как обычно это на трассах Крыма делается. Борьба проходила на почти двухкилометровой дистанции в классах дети, на мотоциклах с объемом двигателя 65 и 85 кубических сантиметров, сеньоры, ветераны и ретро. Любители, которых на турнире было большинство, 19 спортсменов боролись за призы в трех подгруппах. Помимо этого, зрители увидели и баталии квадроциклистов, сформировавших группу ATV. По итогам заезда в золотые медали в любительских классах выиграли Александр Калашников, Георгий Сихорулидзе и Дмитрий Крылов. А вот среди сильнейших гонщиков победу праздновал севастополец Денис Литвин, мастер спорта. Прошел удачно, я выиграл старт и постепенно увеличил отрыв и не прилагал особо усилий. Во втором открытом классе немного везения для победы не хватило Виталию Морозову. Он уступил чемпионство Сергею Спичаку. Для молодых трассы, конечно, полегче, физподготовка покрепче, чем у нас с возрастом немолодеем. Нам тяжеловато ехать по этой трассе, она битая, ехать тяжело, 15 минут как бы тяжко. В детских гонках победителями стали Михаил Агапов и Владислав Новиков. Самым быстрым ветераном оказался Юрий Литвин. Среди сеньоров успех сопутствовал Сергею Баранову, а Денис Ксензов стал самым быстрым обладателем ретро-мотоцикла.